Привет, мои люби! Сегодня 11 июля, 138 день войны. Слава Украине! Грустные дни какие-то последние, так они продолжают свой ракетный терроризм. Очень сильно достается и Харькову, и другим городам. Сегодня прям утром, прямо вот с утра уже прилетело в Харьков. Трое погибших, больше 30 раненых. И вы знаете, прямо поток каких-то вопросов писем на одну и ту же тему. Я просто хочу это озвучить, это очень важно, потому что если что-то мне с разных сторон одно и то же говорят, это значит, кому-то там наверху надо выступить и сказать, что это неправда. Короче говоря, сейчас активно разгоняется слух о том, что все поступающие в Украину, средства для защиты неба, ставят вокруг Киева, а Харьков бедный без защиты неба. И говорят, смотрите, да, расстояние небольшое, оно летит все время со стороны Белгорода, с одного и того же направления и так далее, и так далее, и так далее. Вот поэтому мне кажется, что пришло время, чтобы кто-то из власти вообще сказал, ребят, мы про Харьков не забыли, небо защищаем, встречаемся с такими сложностями. В Харькове прекрасно понимают, например, что то, что было утром сегодня, это РСЗО, с этим практически ничего делать нельзя, но реально же ракеты прилетают, кроме этого всего. Вот расскажите нам, пожалуйста, поподробнее про эти самые ракеты. Очень всем рекомендую посмотреть, сегодня появился новый выпуск Масяни. Один из самых сильных за последнее время, очень, очень, ну прямо очень сильный. Очень рекомендую. Еще, кстати, вчера был самый грустный за всю мою жизнь день рыбака. Такого печального, одинокого, несчастного дня рыбака в моей жизни еще не было, и очень надеюсь, что больше никогда не будет. Сейчас прочитаю вам письмо, оно очень... все поймете сами. В первый день войны из моего дома на фронт ушли трое. Из пятого подъезда Сережа, из третьего Саша и с второго Мишка, мой сын. Сережу похоронили две недели назад. На Сашу пришла похоронка вчера. Из первой партии остался только Мишка. Мне страшно дышать. Когда пишешь СМС или сообщение в мессенджере, сначала появляется одна птичка отправлена, потом вторая получена, а потом они меняют цвет прочитано. Так вот я ненавижу эту первую одинокую птичку. Потому что пока у нее не появится напарница, я не знаю, есть ли еще мой ребенок. И пока они не перекрасились, я тоже не знаю ничего. А в целом я люблю людей. Невозможно быть председателем ОСББ и ненавидеть людей. Но все чаще хочется просто стукнуть. Тех, кто до лавочки, до хрипоты обсуждает мовно питание. Тех, кто возмущается, что ему льготнику до сих пор не позвонили из САБЕСа и не предложили бесплатный санаторий. Что должны были поменять лавочки в скверике, но так это и не сделали. Странно, почему бы это? Короче, куча претензий к окружающему миру. Сами при этом сидят на попе ровно и ничего для этого самого мира не делают. А параллельно точно такие же люди, которые шьют больничное белье, носилки, собирают книжки для деток, плетут сетки, крутят тушенку и паштеты. Да много чего делают. В подъезде переселенцы в трех квартирах. Одинаковых двушках с хозяевами раньше знакомы не были. В одной просто живут. В другой платят только коммуналку. В третьей комуслуги плюс 12 тысяч. Жесть, да жесть. И не скажешь хозяину, ты дурак или сволочь. Это его квартира, его имущество. Просто делаем для себя выводы. А человеку, потерявшему все, деваться некуда. Зеркально другая картина. Семья с востока смотрит квартиру. Это вы уберете? С рыбками мы возиться не будем. Тут что, всего две табуретки? Да, блин, всего две. Дети забрали бабушку к себе, а ее квартиру предлагают вам за коммуналку. Я и внучка хозяйки на этих смотринах стояли коплеванные. Потом, правда, нашлась нормальная семья. К чему я это все? Люди, ау, идет война. Засуньте, пожалуйста, свои амбиции куда подальше. И вспомните старый, но до сих пор актуальный советский лозунг. Все для фронта, все для победы. И будьте, наконец, людьми. Вот этот образ птичек, которые меняют цвет, он, вот я получил там два дня назад это письмо, и он стоит у меня перед глазами, потому что как же это точно? Это же миллионы людей в Украине несколько раз в день проходят через вот это испытание, отправить смс-ку и ждать. Дойдет, не дойдет. Откроют, не откроют. Прочитают, не прочитают. И все труднее себя сдерживать. Здравствуйте, доктор. Я русский, но уже много лет живу в Германии. Почти в каждом месте, где я работал, у меня были украинские коллеги разных поколений. И вы знаете, между нами никогда не возникало никаких проблем в общении. Даже после 14-го года. Потому что все все понимали. Когда началась война, мы грузили фуры с гуманитаркой, все вместе, стоя плечом к плечу, выходцы, наверное, со всего СНГ. И опять ни у кого не возникало даже намека на вопрос, а русский ли ты украинец, белорус или казах? И объяснялись друг с другом, кто на каком языке мог. И на русском, и на украинском, и на немецком. В связи с этим у меня два вопроса. Как вам во время войны удается не впадать в слепую ярость и не начать ненавидеть всех русских? Второй. Когда война закончится, что, на ваш взгляд, может хоть как-то помочь, если не сблизить русских и украинцев, то хотя бы ослабить ту неприязнь, которой, чего скрывать, за последние годы стало больше? Ну и начну со второго. Трудно назвать то, что сейчас происходит между народами России и народами Украины, словом, неприязнь. Ну, правда. Со стороны украинцев это однозначная ненависть. И я вижу, что она может смягчиться только при условии очень серьезных перемен именно в России. Здесь-то все идет по совершенно очевидному сценарию. Здесь нет ничего серого. Здесь нет практически людей, которые бы называли то, что происходит, спецоперацией. И вообще не понимали на самом деле, что все поводы к этой войне высосаны из пальцев. А вот сроки, сроки, когда перестанут ненавидеть, когда можно будет общаться, когда не останется ничего, кроме умеренной неприязни, скорее будет зависеть от того, что будет в России происходить. Если там будет смена власти, покаяние, репарации, признание ошибок, серьезная кампания информационная, разъяснительная, наказание виновных, то тогда, думаю, совсем скоро, буквально 2-3 поколения, и настанет мир, дружба, звачка. А вот по поводу того, как мне удается не начать ненавидеть всех русских, я вам должен честно признаться, что я четко понимаю, что происходит, я понимаю степень вины каждого там человека в целом, который просто стал жертвой телевизора и так далее, и так далее. И меня все это уже сейчас не приводит к слепой ярости, потому что я обо всем этом написал давным-давно. Вот я вам хочу прочитать сейчас свой текст. Я написал это в 2014 году, в марте, еще раз вдумайтесь, в марте 2014 года. Это очередной мой текст, где я, я все время ловлю себя на ощущение, что я такая внутриукраинская Кассандра. Сколько раз я там рассказывал, я говорил, ребята, в Румынии корь, давайте срочно прививать детей, потому что это румынская корь, она же скоро будет у нас. И все говорили, ааа, а потом пришла корь, больше 100 тысяч людей заболело, сколько нам это все стоило, нифига. То есть очень часто говоришь, будут проблемы, надо делать то, ребята, проветривайте помещения, делайте все, ааа, ааа, потом оба, подъем заболеваний, так Комаровский же вам говорил. А, ладно. И вот я как бы, поэтому я такая внутри, еще раз говорю, чувствую себя все время этой самой Кассандрой, но хочу вот прочитать, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Еще раз говорю, это написано не вчера, это было написано в 2014 году. Я написал этот блог после того, как я, как раз это было, нам запретили, ну, в Украине просто запретили, тогда вот эти, отключили каналы российские. В 2014 году, это впервые, отключили вот эти первую, вторую кнопку. Но, вы же понимаете сами, что я их в жизни не смотрел, но как только власть сказала, что она эти каналы отключила, полез смотреть. И вы знаете, когда я посмотрел эти новости по первому каналу российскому, то у меня возникло желание прямо вот идти срочно в Киев маршем освобождать Киев от нацистов в 2014 году. Вот реально, такое ощущение, ну, просто трындец, понимаете. Вот поэтому я посмотрел, пишу и начал мечтать об автомате. А еще о том, как я сейчас соберу своих русскоязычных друзей, и мы пойдем на Киев освобождать родную Украину от фашистской хунты, все шледы которой работают по совместительству американскими шпионами. И оценивая свою реакцию на одноразовый просмотр новостей, я начинаю прекрасно понимать, какие чувства испытывают люди, смотрящие эти новости несколько месяцев подряд, по нескольку раз в день. Меня уже не удивляют тысячи писем, в которых лежащие перед телевизором на диване жители Воронежа, Тулы, Красноярске и Хабаровска рассказывают мне о том, как глубока бездна украинской демократии и как мне надо еще немного продержаться, ибо помощь близка. Меня не удивляют истории о семьях, разрушенных из-за разности политических взглядов, не удивляют люди, которые перестали общаться после 30 лет дружбы. Я прекрасно понимаю, что никакие выступления, статьи и комментарии не вернут в наши семьи и в наши страны мир и взаимопонимание. Не вернут ни завтра, ни послезавтра. Есть в медицине такое очень древнее и очень мудрое правило. Пациент сколько болеет, столько и выздоравливает. И в связи с этим очевидно, для того, чтобы люди хотя бы начали сомневаться в своих нынешних взглядах на мироустройство, надо по меньшей мере несколько месяцев показывать им совсем другие картинки. Клевета – страшная сила. Бедная Дездемона погибла ни за что, ни про что. А наивный и благородный Отелло нисколечко в собственной правоте и собственном праве убивать не сомневался. Коварный Яго был один, а сколько бед. А тут ведь целые Яго-ТВ. Мы все стали жертвами информационной войны, недооценили силу этого оружия, не осознали того факта, что теперь не страх и даже не НКВД, а всего-навсего телевизор заставляет людей всерьез думать о войне, писать и подписывать письма, не разговаривать с друзьями, ссориться с родственниками. Это реальная болезнь. Острый, эпидемический, информационный псевдопатриотизм. У болезни есть вполне конкретные причины, механизмы развития, симптомы. Друзья мои, остановитесь, задумайтесь, посмотрите на ситуацию глазами врача. Представьте себе, враг применил биологическое оружие, и ваш сосед заразился холерой, а вы зашли к соседу и тоже заболели. Насколько это правильно обвинять соседа в вашей болезни. Конечно же, неправильно, более того, глупо. И вы, и сосед оба пострадавшие. Но ведь с информационным оружием ситуация совершенно аналогичная. И вас, и соседа систематически обрабатывали, и теперь у всех острая форма информационного псевдопатриотизма. Вы ссоритесь, выясняете отношения, обижаетесь на артистов, подписываете письма, объявляете бойкоты, вычеркиваете из жизни друзей, готовитесь к войне. А все те, кто это организовал, потирают руки, готовят новые разъяснительные таблетки, лелеют доморощенных гебельсов и хихикают, глядя на то, как информационно пострадавшие, не замечая реальных бандитов и воров, обсуждают поведение Газманова и Макаревича. Эту болезнь нам еще только предстоит пережить. Но уже сейчас общество должно сделать выводы о том, что телевизор с интернетом могут подвести человечество к той грани, за которой кровь, много крови. И очень хочется надеяться на то, что всем нам еще предстоит быть зрителями на особом Нюрнбернском процессе, где нам покажут всю подноготную Яго ТВ, всех этих якобы журналистов, всех редакторов, ведущих, обозревателей, аналитиков, подстрекателей, всех новостных писателей, всех артистов-провокаторов и просто провокаторов-дураков. Еще раз, друзья мои, я это написал в 2014 году. О том, что вот эта вот мерзкая телевизионная болтовня, она, конечно, приведет к крови. Горько чувствовать себя этой проклятой Кассандрой, но я прекрасно понимаю, что человека зазомбировать и превратить в убийцу, поощряющего убийство, радующего убийством, можно. Можно. Я рассматриваю их как больных, как собаку, которая надо усыпить, потому что она бешеная. Здесь нет ненависти. У меня ненависть именно вот к этим мерзким Соловьевым-Скобеевым руководству, тем, кто отдает отчет всей мерзости того, что они делают. Вот они понимают, что они творят, и я их не то, что ненавижу. Это какое-то такое ненависть, смешанное с омерзением. Понимаете? И поэтому есть куча людей, которые к этой вот телевизионной мерзости нечувствительны. Их очень мало, на самом деле. Ну, как мало. Но я думаю, что 5-10% в стране их присутствует. Вот знаете, как... Вот многие видели или знают, что есть такая штука герпес на губах, да? Вот есть люди, у которых этот герпес бывает там раз в жизни. У кого-то бывает там чуть ли не раз в три месяца. А куча народу, у них его не бывает никогда. Потому что будет у тебя герпес на губах или не будет, это по большому счету врожденный, врожденная особенность противогерпетического иммунитета. Так вот здесь оценивать, что тебя врут, это иногда, ну, врожденные или педагогические особенности. Понимаете? Но глобальная ситуация, она, конечно, очень сильно напоминает вот эту знаменитую историю. Она мне много лет уже не дает покоя. Эта история, кстати, описанная в ЖЖ еще в 2011 году. Очень показательная про то, как сидит мальчик в... Я в двух словах, буквально сидит мальчик в электричке, болтает ногами, с мамой они сидят, и мальчик читает сказку про Чаполина. И он прямо возмущенно говорит маме, там жалуется, мама, да их же много, почему они не сопротивляются? Как же так можно? А рядом сидит такой интеллигентный мужик и говорит, потому что они овощи. Они овощи. Это про овощей сказка. И вот реально мы видим, что какой-то огромный концлагерь, набитый овощами, но эти овощи превратили в овощей умелые бандиты. Бандиты информационного пространства. И никуда бы от них, от этих бандитов сейчас не денешься. Но там, ну я ничего не могу с собой сделать, хотя мне, я все время ловлю себя на том, иногда по письмам, по потокам ненависти, что меня просто призывают. Не надо сейчас никого жалеть, надо ненавидеть всех. Я не могу, я не выживу в ненависти. Вот в глобальной. Понимаете? Прочитаю. Потому что есть нормальные. В венах теперь не кровь, а бесконечный ужас. Как будто на твоих глазах без остановки насилуют, пытают, издеваются. А ты смотришь, смотришь, смотришь. И только посты, письма, фига в кармане, документарий. Когда за несколько месяцев до 24 февраля все обсуждали, что будет война, я смотрела на них, как на идиотов. Насколько же необразованными и тупыми надо быть, чтобы всерьез это обсуждать, думала я. У нас же почти у каждого, если не родственники там, то уж в крови украинская точно что-то есть. Да тут такое начнется. 24 ночи открыла телеграмм и утонула в ужасе, но это было только начало. С тех пор я только плаваю в ужасе и жути. До конца февраля я подписывала все открытые письма, везде публиковала протесты, посты, первые дни искала информацию, куда все выходят, где собираются и надеялась, что это закончится. С тех пор с каждым погибшим парнем, со всеми уже закрытыми СМИ, со всеми посаженными и замученными, изувеченными, с каждым отцом над неподвижной простыней, с каждым чумазым лицом ребенка, с каждым детским трупиком, Господи, Господи, с каждой матерью и женой я умирала, 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 с каждым постиком этих нелюдей, с каждым их заявлением, от имени всей огромной страны, от каждого из нас, с каждой этой мерзкой рожей, с каждым их словом, с каждым визгом уехавших «Не молчите, не молчите», с каждой этой треклятой буковкой, с этим перекошенными злобой к врагам народа и либератне, лицами патриотов, с рожами олигархов, вдруг опомнившихся псевдо-опационеров, с сочувствующим Западом, который все трясется вести санкции против близкокормящихся, закрыть небо, с этими благородными, негодующими лицами, представителей других стран, годами до этого лопающими из корыца советов, директоров самых крупных российских компаний. Меня заполняла чернотя, чернота, чернота. Мой девятилетний ребенок каждый вечер перед сном молится о спасении детей Украины и их родителей и нас всех и по нескольку раз в день проверяет мой телефон, соцсети, почту. Я специально оставляю открытыми кое-что, чтобы снять эту тревогу, потому что нас, не считая лежачей бабушки, двое. Он очень боится, что меня посадят, а его в детдом. Такие, как я, не имеют права воспитывать детей. Время от времени он срывается и напоминает мне про мое обещание не делать больше ничего, потому что сама знаешь, что со мной там будет. Я смотрю на бабушку, накормленную телевизором, и мне хочется лезть на стену. Я стараюсь держать слово, хотя как держать, не могу молчать. Вот и письмо пишу, прекрасно же понимая, что почту прочтут. Прекрасно понимаю, что он не остановится, а с наслаждением переедет, чавкающую россиянами машину справедливости, исправно и громко показательно демонстрирует сутками, как и бомбящих самих себя и неповинных детей нациков. Все во имя спасения. Сколько страданий было и есть по всему свету. Мы об этом знаем, но нас не касается. Всех не нажалеешься. А жить когда, если всем помогать? Только когда этот мудак стал помахивать ядерной кнопкой, стало ясно, что дать шанс своим детям и внукам жить не в аду и вообще жить надо было потратить свои жизни, чтобы не допустить такого никогда. Не знаю, зачем пишу. Не прошу сочувствия или прощения. Рассказать, что нас таких много, что Россия это не те, не знаю. Наверное, чтобы не разорвало от боли. Но вам ведь хуже. Нам хуже. Но у нас, это я обращаюсь к нашим, ребята, у нас все равно намного больше надежд. Намного больше. Мы знаем, мы видим, что будет после нашей победы. Этот ужас огромного концлагеря, он какой-то, знаете, такой как мрачная черная пустота. при любом раскладе эта мрачная черная пустота будет только чернеть и пустить. Еще одно письмо от наших, как мне кажется, очень важно. Я сам себя все время на этом ловлю, что иногда, когда ты пишешь про Вели, рассказываешь о том, что мне здесь что-то не нравится, то как-то, правда, все время внутреннее такое чувство неловкости, что вот война, надо осторожно, не надо критиковать. А вот очень, как мне кажется, важные слова человек нашел, Оля из Одессы. Украина не идеальная страна для проживания. Я с этим спорить не стану. Проблем до хрена. И тут война. Народ просто офигел. Куда бежать? Бежать ли? Как жить вообще? Что делать? То есть, на все проблемы, которые у нас были, коррупция, перестройки в правительстве, этот долбадый коронавирус, попытки жить и налаживать быт в этих условиях, и тут херак, война. Самое настоящее. С оккупацией, голодом, ракетами. Я была не готова. Многие были не готовы. Не готово было государство. Да, по словам Зеленского, что-то было подготовлено. Армия. Но государство, это не только армия. Это куча институций. Государственный сектор, частный сектор, банковская система, медицина, образование, соцобеспечение и куча, куча, куча всего. Никто не знал и не знает, как выжить и работать в таких условиях. Никто. Все идет по каким-то сумасшедшим рельсам с поездом, вроде и машинистом, но рельсы не те. Как в присказке. Как в присказке. Стою на асфальте, в лыжи обутой. То ли лыжи не едут, то ли я... Да. Это же огромное, просто невероятное давление на психику. Отобрать у 40 миллионов людей право на безопасность. Базовое право. Базовую потребность. И в начале, когда я читала письма о проблемах внутри Украины, я думала, зачем? Зачем это писать? Ведь набегут эти и начнут злорадствовать, что таки правильно РФ делает. А потом до меня дошло. Нам свои роботи. Мухи отдельно, котлеты в другую тарелочку. Да, в Украине есть проблемы глобального масштаба. Да, бешеная собака прибежала и кусает до смерти. Но очень важно разделить это для себя. Решать проблему по кусочкам. Пишите, пишите, неравнодушные украинцы про проблемы во всех сферах. Это важно для нас, для тех, кому не пофиг. Это тяжело на фоне войны. Только в диалоге можно найти общие точки соприкосновения. Вопросы, которые я хочу ставить перед собой. Что правительство делает? Как оно это делает? Как я понимаю те или иные инициативы? Где я могу высказать свое мнение по тому или иному вопросу? А главное, как я могу влиять в условиях военных действий со стороны бешеной собаки на украинское правительство? Именно поэтому я, наверное, вам все это и рассказываю, все это читаю. Потому что, на самом деле, когда вы переживаете, вот как вот автор письма написал, прибегут эти из РФ будут злорадствовать. Вот нам надо всем. Вот мы же, война это уже всем нам доказала. Нам свои рабыть. Перестаньте, чем меньше мы будем думать о том, что они скажут. Понимаете, они же, оказывается, нам указывают, на каких языках разговариваете, каким богам молиться, а мы это будем и дальше терпеть. Все, мы сами будем все решать. Сами, своим народом, со своим правительством, хорошим, плохим, и с плохими в правительстве будем сами разбираться. И вот, кстати, здравствуйте, Вене Ильич, это кто смотрел наше прошлое видео, я про учителей читал. Я писал вам об учителях из Одессы и области, которых отправили на простой. Прочитала комментарии о том, почему же подобные жалобы пишут вам, а не поднимают этот вопрос в самой Одессе. Во-первых, это не только об Одессе. Во-вторых, спешу сообщить, что я пыталась поднять бунт, но все настолько перепуганы, что никто, кроме меня, в школе не готов пойти на это. Меня это злит, но я одна. Моя коллега Кума сказала, что она просто уволится, но по-тихому, чтобы никого не подставлять, так как никто, кроме нас, не восстанет. А откроем рот, просто вылетим, а остальные получат по шапке. Мне хочется об этом кричать. Правда. Но что я могу одна? Вот так и живем. А ведь это не только в школе. Не только о школе. Так во всем. Я говорила, что если будем и дальше молчать, то ничего в нашей стране не изменится никогда. поэтому я пишу всегда в надежде, что вы это зачитаете, а вот кто-то там сверху да и услышит. Я вот это вот боязнь начальства, она же везде. В государственном секторе везде. Я это вижу в медицине. Господи, как мало людей способных сопротивляться воле главного врача или воли учителя, главного учителя, директора школы. А почему? Потому что профсоюзы это фикция. Потому что реально уволить можно кого угодно и заткнуть можно кого угодно. Я же помню, как со мной боролся мой главный врач. Это вот совсем не сложно. Совсем не сложно. Вот. Когда у тебя там в отделении работают врачи, да, главный врач говорит, мы начинаем врачи меняются отделениями. Начнем с Евгения Левича. И все врачи Евгения Левича хопа, с этого отделения перевели в другую. А еще сегодня к нам поступит 20 детей из детдома. Где они будут лечиться? У Евгения Левича. А кто? И так далее, и так далее. Ну, короче говоря, у главного врача и у учителя и у директора школы такое количество мелких, пакостных способов испортить жизнь любому учителю, заучу, за в отделением, что никто не хочет связываться. И это кругом и везде. Поэтому главное, что я пытаюсь вам всем рассказать, то, что мы начнем жить в другой стране только тогда, когда у нас будут, это же, по-моему, еще Голда Мейер об этом писала, что должно быть три самых уважаемых и самых обеспеченных человека. Врач, учитель и солдат. Вот с этого все начинается. Хотите независимую страну? Врач, учитель, солдат. Вот это самые уважаемые, самые обеспеченные люди. Вот с них надо начинать. Но у нас стоит где-нибудь сказать, что нужен, что врачу, хотите, что врач лечил по-европейски, дайте ему европейскую зарплату, обязательно напишут, что они все взяточники, что им и так круто. Вот классический же комментарий. Если глянуть на стоянку возле любой больницы, то вы увидите такой класс автомобилей, что можно подумать, что здесь лечатся олигархи. Но вы ошибетесь. Это машины обиженных зарплатами врачей. При этом нет гарантии, что тебя будут лечить. Медицину превратили в бизнес, который при этом не гарантирует тебе получение здоровья. А если ты выздоровел, то тебе повезло. Совпали звезды. И самое страшное, что никто не несет за это ответственности. И вы, которые вот это пишете, то есть, которые якобы осуждаете врачей за взятки, вы не понимаете, что вы поощряете механизм, механизм, который заставляет этих врачей наживаться на вашем равнодушии. У врача есть очень конкретные способы обогащения. Получить откат за лекарство. Ну вот, назначить лекарство, получить процент от аптекаря, получить процент от лаборанта, получить процент от коллеги, осуществить мероприятия, операцию, обследования, которые вообще сейчас не нужны, и взять за это деньги. Что надо сделать? Надо это криминализировать. То есть, любой процент от аптекаря, любой процент от коллеги, любое ненужное обследование, не предусмотренное протоколом, это криминал. Но для того, чтобы человек не совершал криминальные действия, ему надо дать зарплату, за которую он будет себя чувствовать гордым, честным, обеспеченным, заинтересованным в современных знаниях, который жизнь положит на то, чтобы учиться с утра до ночи и нести ответственность за свои решения. Чем дольше мы тянем с принятием этих решений, чем дольше мы поощряем эту безответственность, тем больше врачи заинтересованы в больных людях, чем, если вы все здоровы, мы все поумираем с голоду, поэтому давайте, товарищи, болейте. Вот то, что никто не хочет это понять, мне кажется, я всю жизнь только об этом вам и рассказываю. И вот вы, которые там сейчас в Европе, я знаете, когда мне жалуются на то, что вот, здесь совсем не такая хорошая медицина и так далее, и так далее. А вы знаете, почему всем не нравится медицина? Потому что поспорить с врачом нельзя. Нельзя сказать врачу, что это вы нам дозначили? Мы другое хотим, мы к другому врачу хотим, понимаете? То есть у нас же все с врачом, я же сколько видел этих сцен, когда бабушка начинает проводить дискуссию о методах лечения воспаления легких, понимаете? И так далее, и так далее. Ладно, последнее замечательное письмо на сегодня. Очень хорошее. Доброго дня. Первое за все дякую за вашу працю, чудовый проект, очень символично, что люди обратятся до доктора с своими проблемами, почувствами, переживаниями. Я себе уявляю, як вам хотіло мати таку пигулку, щоб зробила б усіх нас счастливими і здоровими. Але ми можемо і мусимо допомогти собі самі. Звісно ж, з вашою допомогою. Я народилася та виросла у Криму. Закінчила Львівський національний університет імені Франка. Володію українською, російською, турецькою і англійською мовами. Але так було не завжди. Мені довелося добряче попрацювати. І ключове в цьому процесі, що працювати, довелося не лише мені. У мене були чудові вчителі. Оскільки мова – це основний механізм свідомості, то ми мусимо спочатку повірити, полюбити і зацікавитись тим, хто віщує. Мені пощастило очаруватися людиною, закоханою в українську мову, Ліну Костенка, народні пісні. Але не всі мають таку можливість. А отже, треба пам'ятати, що мову, як і правду, потрібно подавати як пальто, а не кидатися нею, наче мокрим рушником. Неможливо змусити людину розмовляти тією мовою, яку не сприймає її свідомість. Наразі, мені здається, ця тема актуальною, як ніколи. Проте, так багато горя, що з тим можна почекати. Люди справді втрачають сенс життя. Дуже знайомі відчуття. І тут дуже важливо нагадати собі, що життя це не лише миті, але ми живемо заради тієї миті, коли ми зробимо, скажемо, напишемо, щось справді цінне для інших людей. Бо всі ми пов'язані між собою енергетична. Давайте замінимо вираз на зло, на добро. Ми переможемо на добро всім. Слава Україні! Дякую!